МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ипотека по цене аренды. Администрация Ненецкого округа разработала новую программу ипотечного кредитования – 1-процентную ипотеку. Ее представила на расширенном совещании губернатора Татьяна Лагвиненко. Руководитель Департамента финансов и экономики отметила, программа призвана повысить доступность жилищного кредитования в первую очередь для молодых семей. Вместе с тем она будет работать для всех жителей региона. Специалисты департамента подсчитали. Сегодня средний платеж семьи по ипотечному кредиту составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, из которых только 40% составляют средства по погашению основного долга за приобретенную квартиру, а 60% – платежи за обслуживание займа. Новая программа позволит сделать ипотеку альтернативой аренды с ежемесячным платежом 20 тысяч рублей. При однопроцентной ипотеке будет совсем другая история. При средней стоимости квартиры 4 миллиона рублей и сумме кредита 3 миллиона 200 тысяч рублей сроком на 15 лет со ставкой 12% годовых, среднее значение, которое мы взяли. Ежемесячный платеж составит порядка 49 тысяч 300 рублей. Семья, взявшая ипотеку под 1% годовых, будет платить всего 20 тысяч 400 рублей, где 17 800 – это платеж по основному долгу за квартиру, и 2600 всего – это проценты банку. Все остальные проценты банку в размере 28 900 округ берет на себя. Программа однопроцентной ипотеки будет доступна для всех жителей округа и предусматривает приобретение жилья на первичном и вторичном рынках жилья. При этом заемщик должен проживать в Неницком округе. Жилая недвижимость должна быть не старше 15 лет, а жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Есть ограничения и по стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр не должна превышать 65 тысяч рублей, на первичном – 75 тысяч. Срок субсидирования по программе – до 15 лет. Губернатор Игорь Кошин попросил подчиненных оперативно подготовить соответствующие поправки в окружное законодательство и внести их в собрание депутатов уже к ближайшей сентябрьской сессии. Валерий Евгеньевич, спасибо. Во время проведения торжественных линеек в День знаний на объектах будет дополнительно организовано дежурство полицейских. Также в ходе совещания обсудили подготовку мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане. В учебные дни 1 и 4 сентября в школах планируется провести тематические уроки и классные часы. 3 сентября на базе 1-й городской школы Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи организует мероприятие, в ходе которого все жители смогут почтить память жертв терроризма. В селе Тельвиска приступили к строительству нового телятника на 700 голов. Завершить работу на объекте подрядчик планирует осенью следующего года. Заказчиком строительства является Нинецкая агропромышленная компания. Сегодня руководитель предприятия Анатолий Чудочин и губернатор округа Игорь Кошин посетили строящийся объект. С ними отправилась и наша съемочная группа. Сегодня в телятнике села Тельвиска содержится чуть более 350 голов крупного рогатого скота. Телята живут здесь круглогодично, взрослые стадо привозят на лето. А беспокойность руководства Нинецкая агропромышленная компания вызывает само здание, в котором содержит молодняк. Ему более 40 лет. Обветшалое строение наладан дышит, поэтому было принято решение строить новое. Новый телятник в селе Тельвиска появится совсем недалеко от старого здания. Сейчас строители приступили к земляным работам. Идет подготовка к заливке фундамента. Согласно проектной документации, новое здание телятника для самого крупного животнооческого комплекса Нинецкого округа позволит разместить 700 голов крупного рогатого скота. Директор Нинецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин показывает главе региона территорию застройки. По замыслу руководителя предприятия объект будет состоять из двух корпусов с помещениями для зоотехников и ветеринаров. Вот здесь будет стоять этот корпус больше, чем торт. Здесь будет стоять только молодняк. То есть телятки эти все. Соединительный коридор. Во втором корпусе мы ставим ряд метелей и 100 голов. Возведением объекта занимается компания «Стройэлектро» из города Саранск. Как отметил представитель подрядной организации, к заливке фундамента под первый корпус рабочие уже приступили. Вчера была залита первая полоса основы будущей конструкции. А в течение недели подрядчик планирует залить фундаменты и параллельно приступить к установке каркаса. Здесь будет каркас ЛСТК оцинкованный. Оцинкованный ЛСТК. Да, оцинкованный ЛСТК, который проходит все климатические нормы. Обшитый сэндвич-панелями. Пир, то есть не горючие они. По словам представителя подрядчика, на следующей неделе рабочие начнут осыпку территории под второй корпус телятника. Подрядчик уверяет, зимой объект простаивать не будет. Все необходимые материалы завезут в Телевиску во время навигации. Все материалы по нашим планам должны быть завезены в сентябре, пока открыта навигация. А потом, в принципе, я уже зависеть не буду, у меня будет все на объекте. И до морозов у меня 100% будет залита плита монолитная, а дальше уже морозы мне не страшны. То есть каркас, сэндвич-панель я могу до минус 20 монтировать смело. Нет у подрядчика и проблем с техникой. Сейчас на объекте работает бетономешалка и грейдер. При необходимости привлекают силы и средства индивидуального предпринимателя Александра Колыбина, который в настоящее время занимается строительством школы в Тельвиске. Что касается сроков, завершить работу на объекте подрядчик должен к концу октября 2018 года. По словам Анатолия Чудочина, строительство обойдется предприятию в 92 миллиона рублей. При начальной цене аукциона – 112 миллионов. Объект имеет три источника финансирования – субсидии, собственные и кредитные средства. Мы перестроили саму систему взаимоотношения государства с компаниями агропромышленного комплекса и дали им возможность самостоятельно заказывать эти объекты. Вот это важно. Мы перестроили систему. И сегодня эта система дает положительный эффект. Убойный пункт ленивоческого хозяйства Пути-Лича – это была самая первая ласточка, когда за в два раза меньшие деньги хозяйство построило себе производственный объект. Такое, какое нужно хозяйству, само построило, само контролировало процесс стройки. И, соответственно, нет претензий ни по качеству, ни по его дальнейшей эксплуатации. Телятник поможет компании увеличить дойное стадо на 100 голов. Это, в свою очередь, позволит предприятию производить в сутки дополнительно 8 тонн сырого молока. Такого объема хватит, чтобы полностью обеспечивать молоком и молочной продукцией жителей Наринмара. Сейчас эти телята содержатся на старой ферме и с нетерпением ждут строительства нового здания телятника. Там для них будут созданы благоприятные условия для содержания. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Смотрите далее в выпуске. Подготовка к отопительному сезону в дома наринмарцев дадут пробное тепло. Я люблю тебя, жизнь. В Ненинском округе идет подготовка к съезжему фестивалю клубов общения пенсионеров. Пробная подача тепла в дома жителей Наринмара начнется 25-26 августа. Соответствующее постановление городской администрации подписал исполняющий обязанности главы Наринмара Дмитрий Анохин. Пробная подача тепла необходима для того, чтобы определить готовность теплоэнергетического хозяйства, выявить недостатки и успеть устранить их до начала отопительного сезона. До 30 августа теплоснабжающие организации должны предоставить информацию о прохождении пробного протапливания, Управлении строительства, жильценно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности администрации города. Напомню, отопительный период начинается, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов. В регионе продолжается кампания по доставке продуктов первой необходимости и промышленных товаров в отдаленные населенные пункты округа. Запасы окружных сел пополняет Ненецкий округпотребсоюз, в состав которого входит 20 потребительских обществ. Как отметила его руководитель Наталья Кордакова, перед потребобществами НАУ стоит задача завести по воде максимальный объем грузов, чтобы в период ледостава минимизировать расходы на доставку грузов воздушным транспортом. На сегодня в северное поселение округа завезено около половины от необходимого объема продуктов питания и промышленных товаров. Среди них овощи, фрукты, консервы, мясо, колбасные изделия, крупы, мука, предметы одежды и быта. Всего за период навигации кооператоры планируют доставить порядка 4 тонн продовольствия. Своими услугами Союз потребительских обществ охватывает 80% населенных пунктов региона, где проживают порядка 11,5 тысяч человек. При этом в 20 из 42 обслуживаемых населенных пунктов проживает менее 300 человек. В муниципалитетах работают 42 магазина, 6 предприятий общественного питания, 23 хлебопекарни. В системе потребкооперации создано 419 рабочих мест. В НАУ принят закон о государственной поддержке потребительской кооперации. В рамках окружной государственной программы потребительские общества имеют право на получение субсидий. Из регионального бюджета на доставку и производство хлебобулочных изделий, частичное возмещение затрат на электро, теплоэнергию и твердое топливо, а также на доставку продовольственных товаров в село округа, расположенных как на материковой его части, так и на Арктических островах. Бизнес-инкубатор по выращиванию новичков. Продолжается конкурс на предоставление офисов в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Заявки от потенциальных резидентов уже принимаются организаторами. Кто может воспользоваться комфортными условиями для развития собственного дела, узнала Любовь Пермякова. Молодой предприниматель Илья Кадикин показывает нам свои владения. Комплекс отдыха на природе, включающий в себя два древенчатых домика и беседку. Вот это у нас гриль-домик. Мы построили его в том году. Каркасная технология. То есть зимой и летом. В принципе, зимой не жарко, зимой не холодно. Сюда, в Центр экологического туризма, и летом, и зимой приходят гости. В холодное время года покататься с горки на санках, ватрушках, летом отдохнуть на природе с семьёй или друзьями. Уютные домики в живописном месте, мангал и качели для самых маленьких посетителей привлекают жители округа. Чтобы клиентам было удобно заключать договоры с представителями турбазы, с января этого года Илья и его команда переехали в бизнес-инкубатор. Мы располагались тоже в городе. В городе на Полярной мы были. Сейчас переехали. Можно сказать, основная причина, почему переехали, это экономическая. Здесь достаточно хорошие условия для предпринимателей, низкая арендная ставка. Ну, вся инструктура плюс всё равно центр города. То есть нам нравится, нам удобно. Очень удобно вести свои дела в бизнес-инкубаторе ещё десяти предпринимателям. Ведь для выращивания новичков созданы все условия. Каждый кабинет оборудован мебелью, обеспечен телефонной связью и интернетом. Здесь предприниматели могут получить помощь по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Срок размещения в центре не более трёх лет. По словам специалистов, этого периода достаточно, чтобы встать на ноги и уйти в свободное плавание. Чтобы как можно больше предпринимателей имели такую возможность, 1 августа стартовал очередной конкурс на предоставление офисов в бизнес-инкубаторе. К основным условиям, предъявляемым предпринимателям для участия в конкурсе, относится обязательная регистрация на территории Ненецкого автономного округа. Срок деятельности предпринимателя не должен превышать трёх лет. И у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по платежам налоговым и иным платежам бюджетной системы Российской Федерации. При отборе участников будут учитываться социальная значимость и актуальность бизнес-проекта для округа, его конкурентное преимущество и финансовое обеспечение. Заявки от потенциальных резидентов принимаются в Центре развития бизнеса НАУ по улице Ненецкая, 3, с 1 по 15 августа. Итоги конкурса будут подведены 23 числа. Сейчас в бизнес-инкубаторе осталось всего два офиса, на которые могут претендовать предприниматели. Их площадь составляет 6,20 квадратных метров. В будущем резиденты арендуют их по льготной цене – всего 360 рублей в месяц за квадратный метр. Также новички бизнеса будут иметь возможность пользоваться конференц-залом для проведения деловых встреч, а также получать бесплатные консультации от специалистов Центра по развитию собственного дела. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе идет подготовка к съезжему фестивалю клубов общения пенсионеров «Я люблю тебя жизнь». Ежегодно он проходит в Наринмаре накануне Дня пожилых людей. В этом году он будет посвящен Году добра в Ненецком округе и объединит сразу три мероприятия. 15 сентября будут подведены итоги смотра конкурса «Чистое подворье». Жюри наградит лучшие дворовые территории и огороды. 16 сентября пройдет выставка-ярмарка «Дары за полярием», на которой будут представлены достижения овощеводов и дикоросы. Завершится трехдневная программа концертом во Дворце культуры Арктика. На сцене с песнями и стихами выступят активисты клубов общения с населенных пунктов региона и Наринмара. Сегодня по началам Союза пенсионеров в Ненецком округе работают порядка 40 клубов. В них люди высокого возраста занимаются рукоделием, творчеством, общественной работой, участвуют в концертах, изучают компьютерную грамоту. Названы фильмы «Ночи кино-2017». Россияне выбрали киноленты, которые хотят посмотреть в рамках Всероссийской акции. Итоги голосования подвели в Российском фонде кино. Жители Ненецкого округа, как и все участники акции, по стране смогут посмотреть бесплатно три картины. «Кухня. Последняя битва. Время первых. 28 панфиловцев». Детский репертуар «Ночи кино» будет представлен отечественным мультфильмом «Снежная королева 3. Огонь и лед». Всероссийская акция «Ночи кино» пройдет вечером 27 августа. В проекте принимают участие многие российские города. Акция развернется почти на двух тысячах различных площадок. В окружной столице кинопоказы начнутся в 20 часов в концертном зале Дворца культуры Арктика. Если погода не подведет, то «Ночи кино» в Ненецком округе пройдет на площади Маратсей. Как правило, для показа отбираются две киноленты из трех и один мультипликационный фильм. Вход для всех граждан свободный. В прошлом году участниками «Первой ночи кино» в Наринмаре стали более 400 человек. В этом году акция, которая проводится по инициативе Фонда кино совместно с Министерством культуры во всех регионах России, приурочена Году экологии и столетию революции 1917 года. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.